Дмитрий Еловский Я бы хотел начать наш с вами сегодняшний разговор с темы погоды. Вы знаете, я вот живу в Вильнюсе, и это буквально на несколько сотен километров, наверное, севернее тех широт, где проходит, собственно говоря, линия фронта, где идет борьба и война Украины с Россией. Вот у нас уже выпал снег, он уже лежит таким довольно уверенным и плотным слоем. Что это значит? Мне кажется, что осенне-летняя кампания заканчивается, мы входим в зимний период, в зимний период входят и противостояния на фронте. Давайте попробуем подвести итоги того, что было, и, может быть, проанализировать, какой будет война в ближайший зимний период. Все говорят о стагнации, все говорят о том, что война зашла в тупик, при том с обоих сторон. Интересна ваша точка зрения на это. Мы с вами как-то в одном находимся режиме. У нас вчера всю ночь шел дождь со снегом и градом, поэтому я тоже почувствовал наступление зимы. Я, как ни странно, довольно много этой бесконечно ночью рассуждал о том, какое это будет иметь значение. Пришел к выводу, что нас ждет неспокойная стабильность или стабильное неспокойствие. Кому как больше нравится, потому что, мне кажется, что на ближайшие несколько месяцев, по большому счету, нам обеспечена попытка обеих сторон вооруженного конфликта уйти от своей судьбы. То есть, когда все говорят о том, что война стала позиционной, что война, фронт стабилизировался, и, ну понятно, все, по крайней мере, такие рациональные расчеты показывают, что с точки зрения математического соотношения сил ни Россия, ни Украина сегодня не в состоянии, во-первых, создать мгновенно на пустом месте какой-то перевес, который позволял бы резко изменить ход войны, то есть в каком-то точке фронта создать многократное преимущество над противником для того, чтобы его прорвать. А с другой стороны, как справедливо заметил один эксперт, это война, война разведок, то есть, вот так вот по-наполеоновски или, кому больше нравится, по-жуковски, как угодно, взять и перебросить неожиданно несколько там каких-нибудь армий с одной точки в другую, для того, чтобы создать численный перевес в одной части фронта за счет другой части фронта, при наличии достаточно мощной разведки, ну Украина, опирающаяся на американские и европейские возможности, и Россия, опирающаяся на свои собственные возможности, ну практически не представляется возможным. Вот поэтому, в общем, это такая устойчивость не потому, что ее кто-то хочет, а потому, что ее не могут взорвать. Но от того, что ее не могут взорвать, это не значит, что ее не будут пытаться взорвать, она никого не устраивает. Вот самое интересное, что, в принципе, ни для России, ни для Украины нет ситуации, при которой одна из сторон могла сказать, ну ничего страшного, но 4-5 лет по воюям, для нас это хорошо. Соответственно, я думаю, что это будет дергание. Это будет дергание, при котором обе стороны будут пытаться не засыпать, как медведи в берлоге на эту зиму, а будут то в одном месте пробовать на зуб, то в другом. То есть, это будет несколько авантюрная война, где небольшими силами будут пытаться прощупать слабые места друг друга, постоянно выдергивая, это будет довольно кровавое столкновение, и они, ну, в силу того, что обе стороны уже привыкли друг к другу, в этом смысле научились друг с другом с воевать, они будут, скорее всего, заканчиваться безуспешно. И это, тем не менее, не будет приводить к тому, что эти попытки останутся. Поэтому я ожидаю вот такого очень динамичного напряжения, нервного, по всей линии фронта, при том, что наиболее вероятный итог этого напряжения, что сам фронт останется там, в основном, где стоит. Ну, почему Украине такое стабильное неспокойствие не устраивает, понятно. А вот почему Путина это должно устраивать, почему ему комфортно в такой, не комфортно в такой ситуации находиться? Ну, мы многократно, собственно говоря, обсуждали этот вопрос. Если коротко, то у него дилемма состоит в том, что для нормальной ротации войск ему по-хорошему нужна, как минимум, еще одна волна мобилизации. Не еще одна мобилизация идет, и она идет постоянно. То есть все сейчас более-менее объективные замеры показывают, что широко разрекламированная контрактная система набора в армию, такая добровольческо-наемническая, скажем, схема, она пробуксовывает. И количество людей, которые записываются, я говорю даже не из идеологических соображений, а из сугубо меркальтирных соображений в армию, этот поток скорее медленно угасает, чем медленно нарастает. То есть, соответственно, у нас возникла вот эта вот проблема на пустом месте. Это проблема приблизительно 300 тысяч человек, которые оказались замурованы там, в этих окопах на линии фронта. И эту проблему, ее можно, конечно, отменеджерировать до президентских выборов. Я думаю, ее отменеджерировать до президентских выборов. Но тянуть ее бесконечно невозможно. То есть она... Хорошо, если они купируют протесты семей, то они не купируют, собственно говоря, протесты в самих окопах. То есть вот эта проблема... То есть надо будет... Не то, чтобы это вот с высоты сегодняшнего дня мне казалось непреодолимой проблемой или чем-то essential, которое... Вот вопрос жизни и смерти. Но вообще это требует от Кремля принятия решений вот всех в сторону Стрелковскую. Давно мы это имя не произносили. Ну, то есть... Ну, Стрелковскую, Пригожинскую. Их сейчас, конечно, раздавили всех этих ребяток. Одних уж нет, других далече. Но дело-то их живет, понимаете. Это дилемма перехода к войне как к войне от формата на самом деле военной операции для России. Эта война, это все-таки пока до сих пор такой очень большой раздухшийся Афганистан. Это очень раздухшийся Афганистан. Это война, которая ведется сегментарно. То есть некоторая часть... И это существенное отличие от Украины. Хотя, может быть, я не в курсе. Тут надо понимать. Но степень вовлеченности российского общества в эту войну по очень многим понятным причинам на порядок ниже, чем степень вовлеченности украинского общества в эту же войну. И, понимаете, у нас война ведется определенными частями. То есть какая-то часть населения, в общем, на самом деле не фатальная для 140-миллионной России, воюет непосредственно. Какая-то часть экономики перестроена на военные рельсы, а какая-то часть испытывает, скажем, напряжение от последствий этих военных действий, связанных с санкциями. Но при этом это компенсируется довольно громким маневрированием и заигрыванием с Китаем. Поэтому, и вот, собственно говоря, вот этот формат войны, он очень комфортен для власти сегодня. Он очень комфортен для власти, поскольку она не... Я все равно, что их волнует. Но их волнует абсолютно шекспировский вопрос. Понимаете, ты не можешь знать до конца, что именно вызовет возмущение у массы, пока ты не попробуешь это на зубок. Вот можно сколько угодно сделать докладных записок, допустим, расчетов, просчетов, замеров общественного мнения, там у Кириенко, Призма, у ФСБ, стукачи. И все это сводится, и все говорит о том, что все в порядке. Но ты не можешь это знать. У нас неизвестность будущего волнует. То есть пока ты не попробуешь сколыхнуть эту массу, пырнуть ее, собственно говоря, лишний раз, ты не знаешь ее реакции. Вот эту реакцию не знает никто. Ее можно сколько угодно просчитывать, но ее невозможно знать наверняка. И поэтому, если есть возможность не экспериментировать с таким сложным материалом, как русский глубинный народ, как они его сами любят называть, то они, конечно, предпочитают от теоретической к экспериментальной стадии переходить как можно позже. Вот это их волнует. Их волнует то, что им придется принимать решения, расширяющий, меняющий формат ведения войны и увеличивающий вовлеченность общества в эту войну. Им бы хотелось, чтобы эта вовлеченность была ограниченной, такой, ну, какой она была в предыдущие почти два года. На секунду обращусь к нашим зрителям. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться, писать комментарии. Все это очень важно и нужно для продвижения контента. Так уж работает этот YouTube. Продолжаем обсуждать ресурсы, которые Путин тратит на войну. Мне кажется, что на этой неделе появилось две важные новости, которые в некотором роде как будто задают вектор и зимней кампании, и кампании по набору человеческих ресурсов. Во-первых, это статья «Коммерсантам», которая рассказала про то, как АП проводила семинары для вице-губернаторов. И там, судя по утечке и словам журналистов, вице-губернаторам сказали любой ценой, любыми средствами купировать протесты жен. А неужели это так страшно? Неужели так боятся женщин? И в чем действительно может быть какая-то их угроза, их опасность? Потому что там говорили, и там надо вернуть, единично верните. Надо заплатить, платите. Надо какие-то там силовые методы насильственные. Пожалуйста, все что угодно, лишь бы вот это не отсвечивало. Знаете, когда-то в 90-е годы мне кто-то из коллег рассказывал смешную историю. Был такой вид спорта, как подстава на дорогах. И когда человек подставляется под машину, и потом у ошарашенного человека, которого представляют, как ведомника аварии, начинают вымогать деньги. И, собственно говоря, люди, которые так подставлялись, как ни странно, не любили красивых, молодых, одиноких женщин, особенно блондинок. И, ну, казалось бы, это такая легкая жертва, но проблема в том, что тут никогда не знаешь, кто у нее бойфренд окажется. Лучше иметь дело с пожилой парой пенсионеров. А поэтому в данном случае, понимаете, дело же не в женах мобилизованных, у них же мужья есть. В общем, проблема-то. И мужья с автоматами сидят в окопах. То есть, понимаете, такая качелька получается, что, ну, что, Господи, в этой стране, в которой за ценник дают 7 лет, и вообще, как бы, за все, что угодно, как у Чаполина, за вздох и за выдох скоро будут давать сроки. И это абсолютно рендомно, ты не можешь там предугадать. То есть, ну, что там расправиться с несколькими активистками, там, парой групп ВКонтакте, какой-нибудь там телеграм-канал. Да, Господи, их одной левой можно всех пересажать на грядки. А не в этом дело. И это можно было задавить. А проблема в том, что тут как-то некрасивая картинка получается. Муж там Авдеевку штурмует. А тут ему письмо приходит, что жену замели. Ну, где гарантия, что у него геолокация не испортится, и он не перепутает Запад с Востоком после этого. Вот что проблема. И это тоже ведь наследие в некотором роде похода Пригожина на Москву. Пригожин показал, что так можно. Это наследие. Это полезно в бессонной ночи. Понимаете, мы сейчас... Сейчас Пригожин затерся. Сейчас Пригожин затерся. И он вообще кажется... Ну, и делается все так. То есть, очень грамотная такая политика. Вот. В части, конечно, всяких вывертов медийно-политехнологических, конечно, эта власть очень многому научилась на Западе. Вот чем другому они научились на Западе, кроме как технологиям медийной манипуляции, ну, вроде тех, которые обеспечили Брексит, например. Ну, тут тоже все же. Понимаете, мы учимся. Мы думаем, что мы первые ученики. Мы последние ученики, но учимся. И вот в части манипуляции, конечно, тут все очень хорошо, и они очень грамотно выбрали стратегию. Нет у нас с проблемой Пригожиной, его не ругают, его нет, его вычеркнули. Его отрезали, как отрезали там Троцкого и кого-то другого. Ну, нет на фотографии этого человека, он исчез. И, ну, и кажется, что вообще он исчез, и не было его. А ситуация какая? Его нет по одной простой причине. А на самом деле на фронте не повторялось ситуации, которые были тогда, и которые частично вызвали вот эту массовую поддержку Пригожина. Дело же не Пригожина. Понятно, что Пригожина были свои тараканы, ну, правда, очень такие жирные тараканы, Кажа-Подьярд, вот за них боролся. Мадагаскарские. Да, да, мадагаскарские такие, в основном выросшие на школьных кухнях, знаете, тараканы, которые росли на школьных кухнях. Они еще больше мадагаскарских. Да, поэтому он за них боролся, но дело же не в нем, он мог сколько угодно за своих тараканов бороться, но если бы он не попал в резонанс, если бы он не попал в резонанс с тем, что на самом деле думает, ну, спасибо, Суркову за фразу «глубинный народ», на который они борются. Его не существует, но как бы воспользуемся термином, то, конечно, вообще не о чем было бы говорить. Опять-таки, слопнулось в одну секунду. Но тогда была вот такая ситуация, при которой была такая фантастическая мясорубка, такой русско-украинский верден, то есть и народ, пчелы стали что-то подозревать, понимаете, пчелы стали что-то подозревать, то есть когда, это, конечно, не ржев, это, конечно, не ржев, то есть там, наверное, все-таки меньше, но и времена, но и война не та, понимаете, и война не та. И поэтому пошло сознание в раскачку, потому что люди почувствовали, что что-то на этой войне идет не так. В смысле, что она несправедливая. Тут народу запорушили мозги очень сильно, и как бы это десятилетиями будет выветриваться еще. А вот то, что не так воюют, не те воюют, и вообще царя подменили, вот это вот пошло. Это пошло. И вот на этом он вырос. Поэтому, возвращаясь к вашему первому вопросу, понимаете, то есть хотелось бы, с одной стороны, такой замкнутый, хотелось бы раскачать эту ситуацию, но вот если Авдеевка продлится еще полгода, ну, наш Бахмут длился реально, ну, я не так, хрометражом не стою, конечно, но у меня такое впечатление, что это месяцев шесть продолжалось. А Авдеевка, ну, месяц там с хвостиком. Вот если Авдеевка продлится, скажем, месяцев шесть из тех же результатов и по нарастающей, то дальше эти же вопросы начнут возникать снова. Это же не пригоженное дело. А вот дальше, где у какой воинской части? Поговорим, нет героев. Ну, был же этот странный генерал, по-моему, у него прозвище было то ли Спартак, то ли Крас, я уж не вспомню там. Да, 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 Спартак. Да, который там письма своим подчиненным, отец... Попов. Солдат, да. Попов, да, Запорожий слал. Но я не думаю, что он уникален, понимаете? Я, кстати, и не слышал, куда он-то делся. Интересно было бы узнать, понимаете? Публика интересуется, где герои. Но я не думаю, что это вообще уникальное явление. То есть, рано или поздно у Юрия Полякова там был такой малопопулярный роман, но довольно смешной, назывался «Демгородок». Там был главный герой, адмирал Рык, который однажды проснулся с перепою и решил устроить поход на Москву. Это такой, знаете, прообраз ведь. Вообще литература всегда предвосхищает события. И он как бы проехался от Владивостока, ну, в романе, до Москвы, приблизительно так же, как Пригожин от Луганска до Подмосковья. Только он не остановился, в отличие от Пригожина. Ну, и еще характерное такое, наверное, явление этой недели, которое, как мне кажется, мы будем видеть все чаще ближайшей зимой, это рейды полиции, военкоматов, рейды повсюду, ну, вот буквально несколько мест, да, откуда забирали на этой неделе, аудитории Московского государственного университета, некий гейм-клуб киберспортивный, да. Wildberries, это большой, напомним, огромная компания, которая занимается онлайн-продажами и оффлайн тоже. Вот там вообще интересный случай. Я вам могу рассказать, у меня работает подруга в руководстве этой компании, вот, и она говорит, что их с утра, в 6 утра всех подняли на экстренное совещание абсолютно зверским методом. Вот я вам сейчас процитирую. Автозаки блокируют работу всего склада и пакуют в военкоматы на фронт. Ну, дальше нецензурный идет. Я уточняю, что это мигрантский рейд, рейд против мигрантов. Он говорит, нет, все РФ, русские паспорта. Ну, вот, собственно говоря, несколько десятков человек, даже уже сотен, может быть, да, таким образом запаковали. Мы видели подобные акты еще в ЛНР. Почему-то вот не в ДНР, а в ЛНР, самопровозглашенном таком территориальном квази-государстве. Это тренд, это тенденция. Будем такое видеть все чаще, все больше? Ну, я вам отвечу, мы будем и не такое видеть. Понимаете, это цветочки, якорки впереди. Это прямо вытекает из двух предшествующих серий нашего обсуждения. Нормально у Российской Федерации колоссальный мобилизационный ресурс. Понимаете? А если так считать по цифрам, то получается, что, ну, завтра можно просто поднять там 10 миллионов человек, и это рать с голыми руками и голым торсом попрет. На Запад дойдет до Ла-Манша. Но на практике, на практике, этот ресурс, как я сказал, он значительно меньше. Он значительно меньше по вот той причине, обозначенной, желание власти не тормошить массу. Второе, не менее важное обстоятельство, состоит в очень разном отношении к этой войне в разных возрастных группах населения. Такой, как бы, многократно обсосан уже в обсуждении факт, но от этого он не перестает быть фактом, что перекос в сторону поддержки войны, он в старших возрастных группах, вероятность которых стать участниками штурма Авдеевки для этих возрастных категорий очень невелика. А вот в тех возрастных группах, где вероятность стать участниками мясных штурмов очень велика, там популярность войны значительно меньше. Сейчас, конечно, наблюдается очень мощный возвращенческий тренд. И, ну, собственно говоря, тот, который я и предсказывал, что эмиграция – это тяжкое испытание, и из тех, кто рванул, скажем так, в середине и осенью 2022 года из России, ну, по моим предыдущим подсчетам, так вот шансы более-менее по-человечески адаптироваться имело процентов 20. Все остальные оказались в ситуации, ну, с поправкой на время героя фильма «Бег». И это, кстати, колоссальная проблема, это то, чем надо было бы заниматься и оппозиции, и европейскому сообществу. То есть я понимаю, что оно не видит этой проблемы. Это проблема есть. Понимаете, проблема есть. Это как раз те люди, которые не хотели воевать. Я сейчас не говорю о причинах. Они не хотели воевать, потому что они не принимали войну, или они не хотели воевать, потому что они не хотели быть убитыми. Неважно, они не хотели воевать. Иначе они заслуживают поддержки. В общем и целом они остались предоставлены сами себе, стали возвращаться. И становится впечатление, что все хорошо, люди возвращаются, никуда не денутся. Это связано исключительно с тем, что все усиками прощупывают ситуацию, и она успокаивающая. И власть создает увидим, что успокаивание народа приезжает, тихонько где-то въезжает, друзья въезжают, все тихо, все хорошо. Вот у меня впечатление вчера реально, даже настроение поднялось. Друзья приехали из Москвы и показали этих доставщиков Яндекса, буксующих в снегу. Ну что, нормально, страна же развивается. То есть страна развивается, что-то делается только в карикатурных таких журналах, кажется. Что вот там жизнь встала. Она не встала, она развивается. Она вполне для тех, кого не убили, она вполне комфортна. Но как только ты тронешь, как только ты тронешь, это все повторится. То есть поэтому здесь с ресурсом мобилизационным реальным довольно большой проблемой. Как они эту проблему решают? То есть они ее решают за счет доходяк. То есть за счет, в социальном смысле слова, доходяк. То есть за счет наименее защищенных слоев населения. И в региональном, и в социальном масштабе. То есть кто самый наименее защищенный? Ну самый наименее защищенный в этой стране зэки. Они же являются сегодня таким базовым ресурсом. То есть зэки это вообще такая фабрика теперь у нас по производству настоящего русского солдата. То есть настоящий русский солдат, он в общем как бы в идеале каннибал. Который многократно прошел тюрьма, фронт, тюрьма, фронт, тюрьма, фронт. То есть это такое, как тот написал, использование многоразового продукта. Следующий, кто наименее защищен? Вот тут кого вы обозначили. Вот эти вот ребята, которые мечтали о русском паспорте, как о мане небесной. Вот теперь они поняли, что этот паспорт имеет цену. Не ту цену, которую они платили работникам миграционных служб в качестве взяток и ментам. Понимаете? А гораздо большую цену. Что быть гражданином СССР это не только... О господи. О, говорился, да? А вы меня не остановили. Похоже просто, понимаете? Ну вот, да, это вот доктор Фрейд живет и побеждает. Ну понятно, собственно говоря. Быть гражданином России, да, это не только огромное право, но и обязанность. Вот они сейчас осмыслят эту сторону. Сразу к этому вернусь. Кто следующий? Закредитованное. То есть, вот, как бы, самое, как бы, такие, вот, в материальном отношении не из-за общества. То есть, где вся жизнь последние, там, 5-10 лет была от одного кредита к другому кредиту, чтобы отдать предыдущий кредит. Ну вот, в принципе, люди эти, загнанные в угол, они выходят из этого угла через Авдеевку. В России, сейчас я напомню, добавлю, Владимир Борисович, рекордное количество неплательщиков кредитов, такого не было никогда. Вот, это цифры буквально этой осени, я сейчас, к сожалению, там, реальные цифры не озвучу, но сейчас пик. Сейчас действительно пик, и, видимо, действительно есть откуда черпать вот этих... Я даже не исключаю, что он будет искусственно создаваться, понимаете, потому что он сейчас, это выгодный пик, понимаете, это такая вот почти средневековая ситуация, то есть, когда выход из долговой ямы, это продажа себя в рабство, в военное рабство, понимаете, а суд-то какая, разница-то в чем? Человек себя продает, это как продать себя на органы, в некотором смысле слова, понимаете? Это следующая группа. Следующая группа, это, конечно, провинция, тут вся статистика, сейчас, конечно, очень много, то есть, очень много хороших социологических команд поработали, вот эти вот таблицы с пересчетом количества погибших на 10 тысяч населения, то есть, очень показательная цифра, но она сразу же, собственно говоря, показывает, где в России депрессивные регионы, где складывается ситуация аномальная с безработицей, низкой доходностью, дотационным характером экономики. У нас кто там? Тува идет первая, потом Бурятия, потом сибирские национальные эти округа. С Байкальем. С Байкальем, все. И дальше, как вишенка на торте, сверкает, словно кремлевские звезды, один человек на 10 тысяч населения в Москве и два человека с половиной в Петербурге. Понимаете, да, в сравнении там 40-50 на другом краю. То есть, вот вам показатель социального неравенства в самой своей зверской, в самой жестокой. Вот мы говорили там, этот индекс неравенства, да, в России растет. Вот он нашел свое выражение в самой жестокой такой природной форме. Потому что бедные воюют за богатых. Богатые сидят как в таком гигантском колизее, понимаете, жуют попкорн у телевизора, смотрят Скобееву и показывают палец вверх, палец вниз, вот как эти новоявленные спартаки там воюют. Вот это реальность, понимаете, это реальность этой войны, она другая. Здесь пассионарные, это те, которые вот палец о палец не ударили, понимаете. И вот получается, что вот такая вот линейка. Дальше, что им делать? Мы с вами обсудили, что ситуация такая, что вот есть этот нарыв, нарыв ротационный, который не позволяет нормально проводить не просто глобальную ротацию, но даже просто отпуска. Мы видим по всем поступающим отчетам, что, по сути, где-то с конца лета нормальный характер отпусков, он задормозился, то есть людей не выпускают с фронта. Единственное, кто выходит вовремя, как я сказал, это каннибалы. Ему везде, то есть они свое полгода отпахал, остался, если живой, то тут все работает четко. Но это, видимо, из-за особой социальной значимости этой группы населения. Поэтому в данном случае что получается? Нужно, в общем, это очень интересно. В принципе, поведение сейчас, это мне очень напоминает поведение налоговых служб в критические периоды. Но, в принципе, у нас, с одной стороны, налоговая служба должна работать постоянно в одном режиме, так вот равномерно гудеть. Но Россия – это вообще страна, в которой ничего равномерно не делается. Поэтому все всегда знают, что у них есть периоды компанейские. То есть, когда образуется какая-то особая потребность, там, озоновая дыра в бюджете, то вдруг налоговики начинают работать в утроенном, учетверенном режиме. И тогда они начинают скрести по сусекам. Вот мне кажется, что сейчас службы мобилизации, а их перевели вот в этот особый режим. То есть, сейчас попытка, не хочу быть Кассандрой, попытка, которая ничего не даст. Потому что вот по тем трендам, как мы их описывали, падение потока людей, которых можно набрать, не проводя массово реальной такой очевидной, изримой мобилизационной кампании, он спадает. И этими мерами максимум-максимум можно продержаться до президентских выборов. Но будет же обратная сторона. Будет же обратная сторона. То есть, люди же не дураки. То есть, как не хочется людям из Средней Азии, в первую очередь, заработать в России, даже тут адаптироваться. Понятно, что есть экономические причины, которые наших мексиканцев толкают сюда. Через все границы препона и препятствия. Потому что им надо кормить свои семьи там, там работы нет. Другая экономическая ситуация. Но жизнь, она стоит дороже. То есть, понятно, что начнется отток. Отток рабочей силы. Я вам напомню, кто у нас премьер-министр, собственно говоря. Налоговик. Человек, который создал современную налоговую систему России. Господин Мишустин. Поэтому, я думаю, тут эти лековые вполне понятны, откуда берутся. Я не думаю, что он, в данном случае у нас в части силового блока, у нас все-таки прямое президентское правление. Я не думаю, что он очень большое влияние там имеет на организацию вот этих мобилизационных мероприятий. Я думаю, что это связка администрация президента, Совет Безопасности, Минобороны. Тут они обходятся без Мишустина. Хотел еще задать вам вопрос по поводу военно-технических аспектов войны. Смотрите, дело в том, что сегодня атака на регионы России беспилотниками. По-моему, шесть регионов были атакованы. Были под атакой Московская, Тульская, Калужская область, Брянская, Смоленская. В Тульской неудачно сбили дрон. Влетел в высокий этаж жилого здания. Срадал один человек. И в Украине накануне, знаете, такой пик пройден был, а мы вроде как особо не заметили его. Самая масштабная атака дронов на Украину с начала войны. Более 70 беспилотников, в основном по Киеву, по окраинам города, по центру, ну и несколько еще там в сопредельных регионах украинских, соответственно, тоже без жертв обошлось. Но есть пострадавшие, но вроде все более или менее легко отделались. Флэшбэчат, как говорится, прошлым годом. Говорят, что вновь цели это объекты инфраструктуры, энергетические объекты, которые на этот раз удалось сберечь. Ну что, заходим на второй круг, получается? Ну, это был очевидный заход на второй круг, понимаете, потому что посадки-то не случилось. Что же делать, понимаете, если не сели, то будем летать по кругу. Ну, во-первых, за счет не заметили, это вы сильно сказали, но поскольку оно все летало по району вокруг дома, в котором я вырос, то, ну, как бы я должен сказать, что мне трудно сказать, что не заметил самой крупной атаки на Киев за полтора года войны. Она, к счастью, оказалась не самой катастрофичной по последствиям. Но, с моей точки зрения, это просто часть меню. Это часть меню. Вот по мере стабилизации фронта, ну что остается? Остается пытаться раскачать ситуацию в Украине. И раскачивая эту ситуацию, они пойдут по тому же пути, постараются заморозить население Украины. И по всем прогнозам, в принципе, вторая зима может оказаться более сложной для Украины, чем предыдущая. А здесь расчет на что? Что изменится восприятие этой ситуации в Украине. Потому что в прошлом году, ну, в значительной степени перевести стрелку недовольства населения с себя на правительство Украины у Кремля не получилось. То есть, все люди прекрасно понимали, кого надо ненавидеть и кого надо, того и ненавидели. В этом году у них дополнительный мотив есть. То есть, поскольку, как мы неоднократно говорили, в Украине пошла, ну, своего рода движуха. То есть, там, я бы сказал так, там возобновилась политическая жизнь. Я не буду сейчас давать оценок в плохую, в хорошую сторону. Там возобновился политический процесс. Там началась некоторая рефлексия, которая нацелена не только на внешний контур, но и на то, что происходит внутри страны. И они думают, что этим можно воспользоваться. И что в этот раз, со второго, как говорится, захода им удастся скорректировать направление недовольства себя на Зеленского и его команду. Поэтому я ожидаю, что вот сколько там смогут они выключить дронов у Ирана, ну, вот все они будут задействованы. Потому что это часть, это не тактика, это часть стратегии. То есть, естественно, Украина, разница еще создает в том, что в отличие от прошлого года у Украины появляются возможности, да, еще они такие большие, но постоянно которые будут нарастать для такого ответа морального удовлетворения. И она тоже будет ими пользоваться. То есть, мы будем свидетелем вот этой вот компьютерной игры. Раньше мы эти картинки видели только на компьютере, а сейчас вот в реальной жизни. Давайте задержимся ненадолго в Киеве. Давид Арахамия, глава «Слуги народа» фракции, пропрезидентской фракции в Верховной Раде, дал большое важное интервью журналистским Масийчук. И вот там он сказал, что оказывается, еще во время белорусских переговоров весной минувшего года Россия предлагала заключить Украине мир, если та согласится на нейтралитет. То есть, забудет об амбициях вступать в НАТО. Ну, тогда украинская делегация, конечно, не приняла эти предложения. Сказала, что готова воевать и не верит. И это еще Конституцию надо менять, потому что в Конституции там записаны и про НАТО, и про ЕС. В общем, на это они не готовы. И получили поддержку тогда еще британского премьер-министра Бориса Джонсона, который сказал, что вы просто воюете. Вот вы просто воюете, на это соглашаться ни в коем случае нельзя. Хотел бы услышать вашу реакцию на это интервью, на эти заявления Давида Арахамии, довольно близкого соратника с подвижником президента Зеленского. Ну да, я сам хочу на этом подробнее остановиться, но я еще не дослушал, собственно, первоисточник, поэтому подробный отчет прочитал, они впечатляющие. Ну, я начну с того, чем вы закончили. Это не случайный человек, это все-таки не какой-то проходной человек в системе украинской власти, и поэтому это интервью нельзя рассматривать как частное мнение или нервный срыв, или неудачно сказанное слово, которое там не в рабы и вылетело. То есть, если человек этого уровня дает такое интервью и приоткрывает какой-то набор фактов, который ранее публично не озвучивался, то это как с теми звездами на небе, это значит, кому-нибудь нужно. То есть, первое, что меня поразило, ну, почему, зачем? Собственно, зачем? Он же понимал, что он общественное мнение будоражит. Значит, соответственно, если кто-то будоражит общественное мнение, то значит, это кому-нибудь выгодно. И мой ответ состоит в следующем. Это, с моей точки зрения, плановая совершенно акция, ну, скорее всего, согласованная. Ну, или он сам понимает, достаточно высокопоставленный чиновник, как себя нужно вести, это попытка удержать линию, удержать линию такого фронта не в смысле военного, а в смысле фронта психологической войны. Одна из проблем, с которой сталкивается сейчас руководство Украины, это то, что оно, причем притом, саму не может просчитать, какие решения жизнь заставит их принимать. К сожалению, и в этом вот особенность политики, ты можешь сколько угодно строить планы, но ты вынужден действовать так, как обстоятельства иногда тебя заставляют действовать. И они не знают там, придется им вести переговоры, не придется им вести переговоры. К сожалению, ситуация складывается так, что нужно закладываться на все возможные варианты. И вот в этой ситуации одна из серьезных угроз, я думаю, как они понимают, я не считаю это большой угрозой, но она состоит в том, чтобы не выглядеть стороной, которую переломили. То есть это такая вот, я постараюсь объяснить, может мне не очень прямо получится, понимаете, это всегда обратная сторона медали. То есть в принципе переговорный процесс и даже между воюющими сторонами это нормально. Те, кто выросли на 17 мгновениях весны, понимают, что так или иначе контакты между каким-то условным Далесом и каким-то условным Вольфом, они все равно шли и прощупывались, условия того, условия другого. Но так устроена жизнь, так устроена политика. Но в течение какого-то значительного времени была занята чисто публичная, я бы сказал, пропагандистская политика, при которой Украина поставила сам факт переговоров как некое запрещенное действие. Был принят закон запрещающий, то есть для меня до сих пор эта конструкция, честно говоря, кажется, но я не могу разбираться до конца, сразу говорю, во всех тонкостях украинской политики, но сама по себе идея, что президент инициирует закон, который ему уже запрещает какие-то действия предпринимать, она кажется мне достаточно абсурдной, потому что в нормальной ситуации любая власть стремится к тому, чтобы у нее руки были максимально развязаны. Если кто-то и завязывает руки, то это должна быть какая-то противоположная сторона. А когда ты сам себе связываешь руки, неважно в каком вопросе, то это выглядит несколько противоестественным. Но вот вопрос, и была такая конструкция идеологическая, которая очень многим нравилась, что мы никогда не пойдем на переговоры, все, вот мы себе сказали, что переговоры это то, что никогда не будет, и нас надо уговаривать, а мы будем думать, соглашаться или нет. И вот мы согласимся не на мир, понимаете, а на переговоры мы согласимся на каких-то наших особых условиях. Меда очень хорошо работала, ну, значительное время, но ничего не работает вечно. И сейчас возникает проблема, как из этого выходить. То есть нужно, если вдруг придется вести переговоры, вот это что, будет выглядеть, как нас сломали? Вот этот момент он есть, и его надо как-то обыгрывать. И я считаю, что глобально это интервью, несмотря на все детали, которые надо отдельно обсуждать, это начало попытки прощупать, как в публичном поле можно обыграть тему начала каких-то дипломатических движений. То есть подготовить, это подготовка, то есть в реальности это подготовка общественного мнения, его тестирование. Пока в такой отрицательной форме. Какой основной месседж? Москва давно готова и просит, и вот мы как бы решаем, это была наша воля, что мы этого не делали, то есть нас не заставили, мы как бы свободно выбираем, делать этого или не делать, вот захотим сделать. И мне-то они давно ждут, стоят на цыпочках и ждут, пока мы согласимся. Но вот это как-то вот так выглядит. Остальное там внутри очень много вшито, то есть то, что мне, конечно, близко, это вот, и думаю, что это близко к правде. Вот то, что он сказал про Бориса Джонсона, оно очень похоже на правду. Не могу, свечу не держал, но в тот момент Джонсон переживал тяжелейший внутриполитический кризис в Великобритании. И, собственно говоря, тема украинской войны, она позволила ему оттянуть, собственно говоря, свою отставку на какое-то время, и он, ну, довольно удачно попользовал эту тему для того, чтобы уводить внимание общественности от тех вопросов, которые ему были более неприятны. И да, видимо, есть этот фактор, что Джонсон давал больше авансов украинской власти, чем, ну, собственно говоря, был готов выплачивать. И дальше возникает очень серьезный вопрос. Это вопрос об отношениях коллективных Джонсонов в Европе с Украиной. Потому что вопрос этот, он из разряда детских, он из Сент-Экзуперии. И называется «Мы ответственны за всех, кого приручили». То есть из всего этого интервью вытекает, что у Украины была возможность в принципе прекратить эту войну на стадии, когда ну, в общем, потери бы были, но не такие, как сейчас, без, скажем, прямой угрозы потери суверенитета и независимости. Понимаете, вопрос же всегда ключевой. То есть была ли возможность прекратить войну, сохранив государственность и независимость, возможность вернуться к нормальному строительству армии, экономики и здорового государства с тем, чтобы со временем эту проблему решить. Не надо далеко ходить за примерами. Азербайджан, проигравший подчистую в начале 90-х войну Армении, потратил четверть века на то, чтобы создать одну из самых мощных современных в своем регионе армии, сформировать альянс с Западом и с Турцией и в конечном счете переиграть эту войну. Понимаете, переиграть эту войну достаточно, я должен сказать, бескровно, потому что, ну, то есть, что такое достаточно, то есть, получилось так, что это довольно быстрая война, там, было полно жертв, но это были в основном трагедии армянского народа. Вот, была такая возможность или нет? Вот, парадигма из которой мы исходили, что шансов прекратить войну реальных не было, потому что Россия просила, а здесь получается у Рахаи, что он говорит противоположное, что такой шанс был, вот это меня противоречие немного смущает, то есть, мы исходили из того, что в реальности Россия ставила целью смену политического режима в Украине и по сути оккупацию всей ее территории в прямой или косвенной форме. Камья говорит, что это не так, что якобы Россия была готова пойти на компромиссы в самой начальной стадии, но это не было принято по двум причинам. Отсутствие доверия, это понятно, а вторая причина гарантии, выданные Западом. Да, Джонсон. Вот это момент, который, я думаю, что это интервью мы будем еще долго изучать. Вы знаете, ну там действительно Рахамия говорит, что так в проброс, да, косметические были еще моментики, касаемые денацификации прав русского языка, то есть он вроде как это признает, но как-то так, совсем на периферии. Ваим Борисович, все меньше времени, давайте вопросы зрителей, может быть, в режиме Блиц, иначе зрители меня съедят, как это обычно бывает. Перед этим обязательно ставьте лайки, друзья, это важно. Вот Алла из Москвы, 56 лет, спрашивает по поводу интервью Чичваркина, я не знаю, вам доводилось его видеть, нет, сейчас широко расходится по соцсетям, где он говорит, что российская оппозиция, коллективный Запад на сегодняшний день Путина проиграли. Очень депрессивное интервью, если кто не видел, и очень четко обозначает, что Запад минимально использовал свои возможности давления на Путина и его режим. Вопрос, согласен ли Владимир Борисович с тем, что сегодняшний расклад сил с перспективой подписания мира в ближайшее время можно истолковать как победу Путина, если да, то почему Запад не использовал все свои возможности давления на Кремль? Начнем с конца. Запад использовал последние на Кремль, которые он мог использовать, не провоцируя, собственно говоря, две вещи. Первое. Свою собственную прямую вовлеченность в войну, к которой никто не готов. И это мы возвращаемся к предыдущему. У нас как-то одно из другого вытекает к предыдущему вопросу. То есть, все обещали подарок на свадьбу, но никто не обещал сам жениться. Понимаете? А второе. Никто не хотел все-таки и до сих пор не хочет глобального ядерного конфликта. А поскольку Путин очень естественно и очень талантливо разыгрывает для себя сумасшедшего, то никто не может все-таки достоверно сказать, вот он сумасшедший или нет. Тут можно, конечно, предполагать, что он не сумасшедший, а кто знает. Это опять возвращает нас к этому вопросу Шекспировскому. Не только кремлевское руководство пугает неопределенность будущего. Поэтому Запад использовал всю легкую кавалерию, которая у него была. А, как выясняется, тяжелую он и не собирался задействовать. Это раз. Второе. Безусловно, произошел крах определенных иллюзий, которые существовали на Западе, которые существовали у нас самих. И надо признать, что вот так вот одной левой на санкциях, смысл которых все более и более для меня становится туманен, можно этот режим за короткий промежуток времени положить на лопатки. Эта иллюзия, она действительно крахнула. Но это не победа Путина, это поражение Запада перед самим собой, перед своими собственными иллюзиями, перед неправильной оценкой ситуации. Я задолго до Чичваркина, недели за две, вынужден был отвечать на этот же вопрос вместе с Ходорковским. И я сказал, что да, надо признать простые вещи. На этом конкретном этапе Путин достиг своих целей, он удержал власть. Это его личная победа, он удержал власть, он удержал власть своего клана. Является ли это победой России, для меня очень большой вопрос, Россия очень много потеряла в своей перспективе. Является ли это в долгосрочной перспективе победы, это для меня очень большой вопрос. Но в том формате, в котором представляли разрешение этого конфликта некие горячие головы на Западе, Путин их разочаровал. Да, это объективно. Является ли это поводом для депрессии? Ну, наверное, для кого-то да. То есть, кто себе представлял эту войну и выход из нее как вот такую легкую прогулку типа Путин ляпался, но сейчас ему конец, то это, конечно, повод для фрустрации. Поскольку я с самого начала представлял эту ситуацию как вязкую, тяжелую, уходящую в десятилетие для своего разрешения, то для меня это только первый этап битва под Москвой. Так, еще вопрос от Оксаны из Московской области. Относительно развития форм политической борьбы 21 век, интернет на дворе. Вот тут вопрос про фабрику эльфов. Является ли создание различных фабрик эльфов, троллей новой формой политической борьбы? Если да, то правильно ли ставить вопрос об этичности применительно к таким формам политической борьбы? Ну, просто интересно, наверное, да, было бы понять вашу оценку использовании таких механизмов, таких техник в современной политической борьбе. Вы в курсе, да, этого нового термина? Ну, вот смотрите, я сейчас постараюсь переделать несколько минут поверхностно ответить, с тем, что я готов, если это вызывает такой живой и животрепящий интерес в каком-то исследующем эфире, вне думать, что тема затухнуть, вернуться. Дело в том, что я в общем в курсе ситуации, но у меня не было ни сил, ни возможности вникнуть глубоко, и я не видел сами материала. То есть, я читал статью Плющева, я читал статью Захарова на самом начальном этапе, когда конфликт возник на, соответственно, ФМ, и читал ответ Ходорковского, ну, и пару каких-то еще материалов, то есть, у меня пока недостаток, я должен сказать, что я могу сейчас ошибаться в своих ответах, поскольку у меня только вторичная такая информация, как из разряда Хайм напел, я не видел ни первичку, ни что там собственно произошло. И с того, как я понимаю ситуацию, там есть много неразрешимых вопросов для меня. То есть, начну с конца, я не могу быть объективен. Как любой человек сейчас активно говорящий, скажем так, и пишущий, я, естественно, научился безошибочно отделять комментарии, а я еще раз подчеркну, я маньяк, я реально прочитываю вместе с Юлей, ну вот, большинство комментариев, которые пишутся. И я очень легко отличаю, где, собственно говоря, пусть даже самое нелицеприятное, но, так сказать, от души, и где, собственно говоря, идут потоковые вот эти комментарии, которые там через, скажем, там пятый, восьмой, десятый, разными словами повторяют одну и ту же мысль, люди, к сожалению, к сожалению, то, как мы пишем, это такой же отпечаток, как отпечаток пальцев. То есть, тот, кто работает со словом, тот прекрасно понимает, я легко могу сказать очень часто, кто что написал, за кого, под каким ником, то есть, не скроешься, выражения, слова, обороты, это же все, ну, в общем-то, очень персонализировано. Поэтому я живу, собственно говоря, в своей собственной среде, у меня в основном поставки идут с трех ферм. Российские, сейчас немного фрустрация, потому что у них до сих пор не закончился какой-то период трансформации после гибели Пригожина. То есть, я вот просто чувствую, как они страдают. Там какие-то организационные неполадки. Это, безусловно, аналогичные им украинские фермы, где, ну, естественно, воюющая страна тоже, как бы, не оставляет без присмотра инфляционного пространства. И, где-то, вот, начиная с таких конфликтов между оппозицией, там, ФБК, Навальный, ФБК, Венегид, ФБК, Собчак и так далее, я стал чувствовать, как бы, руку, можно сказать, классово близких мне друзей. Это раздражает. То есть, я не могу быть объективным, честно говоря, это раздражает, поскольку это очень сильно смещает картину. мое личное отношение совпадает с тем, что многократно до меня там люди написали и сказали о том, что все-таки очень важный момент любой политической борьбы, особенно революционной борьбы, это некое такое нравственное превосходство одной стороны над другой, в том числе и метод. Но это в идеале. Понимаете, это в идеале. То есть, мне лично, как чистоплю, это претит. А в реальности мне отвечают, что у нас есть машина пропаганды агрессивного тоталитарного режима и изменились как бы условия, и ей надо что-то противопоставлять. Тем более, мы все понимаем, что как только станет чуть-чуть горячее схлопнуться и YouTube, слопнуться и другие как бы возможности. То есть, останется что? Ну, где-то проникать во внутренние сети, то есть, ВКонтакте будет существовать как вот китайская это внутренняя социальная сеть, как некое замкнутое пространство. А как ты там появишься? Иначе, как в формате бота. Ну, останется рассылка по почте, тоже не будь же от своего имени. То есть, здесь есть серьезная проблема между прагматикой и прагматикой борьбы, и, в общем, некоторой моральной ущербностью этого метода. Что меня как бы волнует? две вещи. То есть, первое, это девиация в использовании этого инструмента. То есть, если он обосновывается как неизбежное зло в борьбе с режимом, то тут, насколько я могу понять, в силу просто того, что люди, которые этим занимались, имели, помимо общей не люби к режиму, еще какие-то свои партийные, внутрипартийные интересы, то есть, получалось так, что это орудие использовалось и для борьбы с режимом Путина, и для разрешения каких-то собственных внутрипартийных, каких-то узких конфликтов. и второе, что меня, собственно говоря, это мой главный вопрос, кто деньги дает, и насколько люди, которые давали на это деньги, а насколько я могу понять, что конечный источник этих денег, по всей видимости, это какие-то государственные западные фонды, то есть, если убрать все итерации, насколько они вообще понимали, как именно, как именно эти средства будут использоваться, и действительно ли заявка на получение этих средств описывала всю эту ситуацию. Вот это вот вопрос, понимаете, не то расследуют, понимаете, не то расследуют. Вот это вопрос для меня. В какой степени люди, которые запрашивали деньги, они объясняли тем, кто давал деньги, на что именно они их будут использовать? Спасибо. Спасибо, Вадим Борисович. Наше время и стекло даже немножко перелетели в этот раз, но давно не виделись, во-первых, во-вторых, вопрос что-то поднакопилось, я бы так сказал. Друзья, вы от нас не уходите, ни облайков нас, ни написав комментарий, может быть, вы еще не подписаны на Хатарковский лайф, это возмутительно. Вадим Борисович, спасибо большое за разговор, но тогда до следующей недели. Спасибо большое, всего доброго, Дмитрий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова